Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников Жак-Луи-Давид, Сафо и Фаон. 1809 год, ранее находилось собрание князя Исупова в Петербурге. Картина иллюстрирует легенду о любви древнегреческой поэтессы Сафо к юному лодочнику Фаону, которого богиня Афродита одарила невидаемой молодостью и пленительной красотой. На коленях Сафо художник поместил свиток с ее собственным стихотворением на греческом языке. Счастлив, кто подобится в блаженстве богам, кто близко от тебя сидит и по тебе воздыхает. Это первые строки первой воды Сафо. Сверху читается приписанное Давидом посвящение Фаону, которого на самом деле творения нет и вообще имя Фаона в известных стихах Сафо не упоминается. Сама легенда о безответной любви Сафо к Фаону, из-за которой она бросилась в море, возникла много позже смерти поэтессы. Первое упоминание об этом появилось в Левкаде Минандра. Давид взял эту легенду за основу, что ощущается даже в деталях. Гора, изображенная в глубине картины, скорее всего содержит намек на самоубийство Сафо. Давиду было известно не только стихи Сафо в греческом оригинале, но и так называемое письмо Сафо, адресованное Фаону и сочиненное Овидием, в котором содержится развитие легенды, сочиненной Минандером. Картина написана в 1808 году по заказу князя Исупова, причем выбор сюжета заказчик оставил за художником. Обстоятельства заказа следующие. Картина была заказана Исуповым, который в тот момент находился в Париже. 9 июля 1808 года за 12 тысяч ливров. Поскольку Давид в то время чистился официальным художником Наполеона и не имел права брать частные заказы, то работа над картиной не афишировалась и производилась скрытно. Мотивацией Давида служило то, что плату за выполненные государственные заказы он получал крайне нерегулярно и весьма нуждался в деньгах. Давид писал Юсупову. Я только что набросал на холсте сюжет картины о чувственной Сафо и ее возлюбленном Фаоне, в котором Амур наконец зажег огонь любви. Вы высказали намерение прийти, посмотрите ее в мою мастерской, чтобы уехать из этой страны, имея представление о картине, которую вы мне заказали. Если я так медлил с тем, чтобы представить вам возможность наслаждаться ее, то только потому, что ждал счастливого момента вдохновения. По окончании работы князь Юсупов увез картину в Санкт-Петербург, где она выставлялась в Юсуповском дворце на Мойке. После Октябрьской революции эта картина в числе прочих произведений в собрании князя Юсупов была национализирована и в 1925 поступил Эрмитаж. В 1970-х картина прошла капитальную реставрацию, с изнанки был удален старый дублировочный холст, сняты слои пожелтевшего лака, очищенный и отпрессован красочный слой. С конца 2014 года выставляется здание главного штаба. Давид умеет найти удивительное равновесие и в соотношении фигур с пространством, и в широко расположенных звучных пятнах цвета, и в соединении прямых и гнущихся линий. С редкостным художественным тактом соединяет Давид ярко-голубой, красно-белый, оливковый и золотой цвета. Это то умение построить гармонию на сочетании широких плоскостей открытых тонов, которое предвещает Матисса. Вот такое описание я нашел в интернете к работе Сафо Ифаон, художник Жак-Луи-Давид, 1809 год, находится в главном штабе Петербурга. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok